Денис Базанков, депутат Законодательного Собрания Республики Карелия, лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов, добрый вечер. Здравствуйте. Евгений, сегодня я предлагаю поговорить о предвыборной ситуации в нашей республике, предвыборной на губернатора, а ни для кого не секрет, что временно исполняющий обязанности губернатора Артур Парфенчиков уже заявил о своем участии при поддержке Единой России, хотя он, напомню, беспартийный. Что касается коммунистов, коммунисты должны и явно ответят, и вот теперь вопрос, кто, как и когда. И знаю, что у вас состоялась недавно конференция, внутри партийная здесь Карельского отделения, кто-то даже в Москву потом поедет, давайте подробнее. Да, 22 числа у нас состоялась конференция, где были выдвинуты делегаты на съезд в Москву. Также один из вопросов, это обсуждалось участие Карельского отделения КПР в губернаторских выборах. Но вот в Москве как раз там, наверное, и кандидатуру поддерживают, да, в итоге? Нет, в Москве будет совершенно другая ситуация, в Москве будут выбирать новые рабочие органы партии, а здесь на местах мы планируем где-то в конце июня провести непосредственно конференцию по выдвижению нашего кандидата на должность главы республики. Как Единая Россия праймерис мы провести не можем, это очень затратно, естественно, у нас нет такого финансирования, таких возможностей. В любом случае вы идете на выборы, раньше была мысль, что будет от оппозиции единый кандидат. Насколько я сейчас понимаю, кандидат у вас будет свой собственный, без всяких там сотрудничеств кем-либо. Мы обсудили этот вопрос на конференции, где все-таки решили идти самостоятельно, так скажем, каких-то предложений конструктивных нам не поступило от других политических партий оппозиционных, поэтому мы приняли решение о том, что мы начинаем свою подготовку к избирательной кампании. Любая предвыборная кампания идет рядышком со скандалами. Например, последнее заседание Законодательного собрания, где устранили должность заместителя председателя. И, собственно, после этого бывший заместитель уже Андрей Мазуровский упомянул, что чуть ли там не коммунистов при голосовании подкупили. Я еще и на комитете заявлял о том, что чем меньше будет депутатов от «Единой России» на руководящих должностях в Законодательном собрании, тем для республики лучше. Если вспомнить изначально, когда была первая даже сессия в Законодательном собрании, когда рабочие органы устанавливали, мы от оппозиции заявляли о том, что давайте от каждой фракции будет по своему заместителю председателя Законодательного собрания. Тогда нас не услышали, сделали все под себя, поэтому мы голосовали по своим убеждениям и внутрепартийным установкам. Есть такой слух о том, что в отношении КПРФ будут действительно провокации, какие-то в виде проверок или еще что-то. Вы так слышали подобную информацию? Имеет она право на жизнь? Мы об этом задумались и все-таки сейчас подтверждается эта информация. После того, как приезжали определенные социологи-политологи, участвовали здесь в опросе населения. По их данным мы знаем о том, что КПРФ очень неплохую поддержку имеет в Карелии. И заявив о том, что мы идем на выборы, мы вполне это допускаем и знаем, что будут какие-то от определенных политических сил провокации в сторону КПРФ. Поэтому, естественно, мы пойдем со своей программой, так как у нас все-таки программа это больше идеологическая, ориентированная на социальную поддержку населения, ну а кандидат, так скажем, ну... Ну вы пойдете на выборы, скажи, как решит партия. То есть все будет зависеть от конференции? От конференции, да, от обсуждений на местах и выдвижения на конференции, естественно. На этом я сегодня предлагаю закончить. Я напоминаю, у меня в гостях был депутат законодательного собрания Республики Карелия, лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов. Вы смотрели «Накипело» на ТНТ. Онега, всего доброго!